МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА После этих занятий там еще права, значит, у вас все получается. Ни гвоздя, ни жезла. В последнее воскресенье октября в России отмечают День автомобилиста. Далее расскажем обо всем подробно. Нижегородскую область не будут закрывать из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин в комментариях на личной странице в Инстаграм, отвечая на вопрос подписчицы. Такая мера пока даже не обсуждается, заявил глава региона. Осенью основную часть заболевших COVID-19, как и весной, составляют работающие в помещениях люди. Из офиса вирус они приносят домой и распространяют его среди близких. Поэтому соблюдение мер безопасности на рабочем месте как никогда актуально. Сотрудникам офисов необходимо измерять температуру, использовать маски и дезинфицирующие средства, соблюдать социальную дистанцию. В России за минувшие сутки зафиксировано рекордное число новых больных – 17 340. Из них в Нижегородской области – 366. В Сарове прирост составил 73 человека. Из тех, кто госпитализирован – 11 в средней степени тяжести, 1 в тяжелом состоянии. Медицинские маски уже привычный нам аксессуар. Выходя из дома, в первую очередь люди проверяют, не забыли ли они его. Без маски невозможно сделать покупку в магазине, зайти в кафе или посетить выставку. Какую маску лучше выбрать и как ее нужно носить, расскажем далее. Первую медицинскую маску создали для чумного доктора в средние века. Она напоминала длинный птичий клюв, в который клали чеснок и ароматические травы. Позже эту защиту признали бесполезной. Сегодня есть много разных масок, но далеко не все знают, как ими правильно пользоваться. Смысл маски имеет только тогда, когда она правильно одета. Это во-первых, значит закрыт нос, полностью лицо получается закрыто. И еще хотелось бы напомнить, маска не может носиться месяц, неделю, три дня. Но если сейчас такая ситуация, можно же каждому сшить многослойную маску матерчатую, которую можно стирать каждый день. На прилавках аптек и магазинов есть маски всевозможных форм и расцветок. Медицинские и хирургические защищают от вируса окружающих, а респираторы своего носителя. В одноразовой маске три слоя. Внутренний впитывает жидкость, средний фильтрует наше дыхание, а внешний защищает от проникновения мелких частиц и пыли. Их носят светлым слоем к лицу, а цветным наружу. В магазине можно купить пачку масок с пометкой «Гигиенический, не медицинский». У них внешний слой не обработан антибактериальным средством. Поэтому здесь вопрос о том, какой стороной к лицу ее носить, скорее эстетический. Тканевые маски менее эффективны. Они могут уберечь от пыли, бактерий и пыльцы, но не от вируса. Узнаем, какие маски предпочитают саровчане. Я считаю, что тканевые, они больше полезны для здоровья. Медицинские маски эффективны. Именно медицинские. Вот это, что продают китайская вещь, которая нам пришла гуманитаркой в Россию, а ее продают по магазинам. Это не настоящая маска. Многоразовые, которые постираешь, утюгом прогладишь. И вот эти вот более предохраняются. Либо профессиональные медицинские с фильтрами. Многоразовые в основном. Одноразовые. Считаю, что не особо помогают. Необходимое средство защиты или обязательный аксессуар. Неважно, с какой целью человек надевает маску. А вот ее отсутствие воспринимается одинаково. Неуважение к окружающим нас людям. Анна Пилипец, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24. Молодежный центр проводит конкурс «Россия – Родина единства». Принять в нем участие могут дети и подростки от 5 до 17 лет. Можно создать открытку, эмблему или придумать слоган на патриотическую тематику. Итоги подведут 4 ноября. А подробности по телефону – 99108. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Российское правительство намерено продлить дополнительные выплаты медицинскому персоналу, работающим с коронавирусом, на следующий год и изменить механизм их администрирования. Об этом сообщает издание «Коммерсант». Выплаты будут направлять из российских внебюджетных фондов. Раньше деньги поступали из бюджета в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. А оттуда их распределяли в регионы. Новый механизм позволит избежать проблем с определением размера доплат, считают в правительстве. Необходимы волонтеры для выголов собак у больных COVID-19 или людей, которые находятся на карантине. Также животное можно забрать к себе на передержку. Клуб «Акбар» Центр внешкольной работы обеспечит волонтеру всеми необходимыми средствами защиты и санитайзерами. Подробности в группе клуба ВКонтакте или по телефону 8 930 040 88 60. В Сарове стартовал муниципальный этап фестиваля детских и молодежных общественных организаций Нижегородской области «Бумеранг». В этом году две номинации. Будут соревноваться команды школьных общественных объединений «Старшие вожатые». На подготовку у детей и взрослых чуть больше месяца. Прием заявок открыт до 25 ноября. 23 октября в Сарове традиционно чтут память подполковника юстиции Константина Васильева. В этот день, в 2002 году, террористы взяли в заложники зрителей и труппу мюзикла «Норд-Ост» в театре на Дубровке. Выпускник Саровской школы номер 20 Константин Васильев добровольно присоединился к спецоперации. Его расстреляли при попытке убедить террористов обменять себя на детей. Посмертно награжден орденом мужества. Офицер похоронен на городском кладбище на аллее почетных захоронений. В школе номер 20 его память посвящена музейной экспозиции. Константин Васильев – пример настоящего героизма и самопожертвования. Граффити на военную тематику появилось на трансформаторной будке рядом с домом на Некрасово-5. Это один из этапов реализации проекта Артема Афонькина «Город в красках». Автор представил свою идею на профильной смене «Наше дело-2018». Спустя два года ее начали притворять в жизнь. «Город в красках» – проект Артема Афонькина. Его идея в том, чтобы раскрасить трансформаторные будки. Официальное граффити – явление для Сарова новое и пока непривычное. Поэтому инициатива вызвала большой интерес у горожан. Первым объектом проекта стала будка на Некрасово-5. Художник Антон Климов украсил ее кадром из документального фильма «День войны». Здесь красноармейцы кормят маленькую девочку. Как-то так запила вообще эта фотография у самого дети просто. Несколько раз выходя на сцену, сам свою так же примерно кормил. Поэтому вот что-то вот как-то решил так. Ну и детская площадка здесь не хотелось никаких военных действий изображать. Антон рисует с детства. Он работал в разных техниках – стрит-арт, аэрография, живопись. На создание граффити у молодого человека ушло около пяти дней. Вместе с подготовкой я стену сам грунтовал и красил еще сначала в белый цвет. Потом нам тут Олег Николаевич Бабушкин помог с наметкой. Еще два выходных я основные дитана нанес. И там же в следующей неделе еще два выходных я так уже доделал последние штрихи. В художественной школе основам граффити не учат. Но тем не менее, знания, полученные там, помогли Антону в работе. Как и фотографии саровчан, которые снимали рисунок в процессе. Хотел бы преподавателей своих поблагодарить. Там Паточка Олег Анатольевич, Татьяна Юрьевна Поль, Татьяна Юрьевна Швачко. Опираясь на вот их советы, надо было разобраться со светотенью, какой-то порядок в работе навести. Должно быть что-то главное, что-то второстепенное, там по планам, кто ближе, кто дальше, чтобы она как бы воспринималась цельно. Помогали, кстати, люди, кто фотографировал с верхних этажей что-то такое интересное, получался ракурс. В общем-то, на неделю видел эти кадры и понимал, какие-то ошибки даже свои находил, в общем-то, пытался исправить потом. В следующем году автор проекта Артем Афонькин планирует преобразить еще несколько городских объектов. Все будет зависеть от желания саровчан и разрешения администрации. Дарья Козина, Евгения Шевцова, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24. Расширение противопожарного проезда за монолитными домами Нашверника вылилось в затяжной ремонт. Дорогу сделали с нарушением технологии три года назад. Из-за этого на парковке после дождей появлялась большая лужа и ставить автомобили было затруднительно. Все это время жители обращались к депутату и департаменту городского хозяйства с просьбой устранить недостатки. Что из этого получилось, расскажем далее. Изначально планировалось, что на этом месте мы встретимся с депутатом этого округа, главой города Александром Тихоновым. Но Александр Михайлович нашлись другие, более важные дела. И с проблемами жителей разбираются журналисты Канал-16. В октябре прошлого года мы уже делали сюжет об этой парковке. Тогда жители обратились в рубрику «Городской дозор» с просьбой разобраться с лужей, которая появлялась после сильных дождей или таяния снега. Раньше за монолитками Нашверника был узкий проезд. Его расширили в 2017 году. И тогда же начались проблемы с водоотводом. Три года жители обращались к чиновникам с просьбой привести территорию в порядок. Неверны были отметки. И при устройстве этого проезда выяснилось, что вся лесная вода идет на этот противопожарный проезд. И в этом месте самое низкое место. И вот проектировщикам был дополнительно, бесплатно сделан проект. И мы по этому проекту сейчас ведем работу. Ремонт начался в сентябре. Рабочие должны были обустроить водоотвод, проложить трубы и установить лотки, чтобы вывезти воду. Интересно, что на часах уже третий час. Мы здесь находимся с двух. На месте ни одного рабочего. И, как говорят жители, такая ситуация длится уже больше недели. Как нам пояснил по телефону подрядчик, кто-то украл со стройки несколько лотков и трубу. Без них продолжать работу невозможно. А из-за того, что лотки заказывали под конкретный объект, найти их в свободной продаже нельзя. Поэтому подрядчик сделал до заказ и ждет поставку. Доделать работы обещают на следующей неделе. Екатерина Пенова, Евгений Шевцов и Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. Пьяный подросток врезался в фонарный столб. 16-летний саровчанин управлял автомобилем ВАЗ-2107 в состоянии алкогольного опьянения. С травмами юношу госпитализировали в КБ номер 50. Вместе с ним в машине находился еще один человек. В ГИБДД нам рассказали подробности аварии. Не трезвый, без прав. 16-летний саровчанин устроил автомобильный тест-драйв по дороге из ТИЗа. На высокой скорости молодой человек врезался в фонарный столб. Машина превратилась в груду металла. Сам гонщик остался жив. Но, как и пассажир, получил тяжелые травмы. В состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части дороги и совершил наезд. При данном ГТП получили значительные механические повреждения. Водитель и пассажир в транспортном случае получили значительные телесные повреждения в виде стресса головного мозга, ушибов головного мозга и ушибов конечностей и туловища. Вазовскую легковушку молодой человек купил за несколько дней до ДТП. Сотрудники ГИБДД обращают внимание на то, что родители несовершеннолетнего были не в курсе приобретения сына и не контролировали его поведение. Будет призна проверка в отношении родителей по наличию в виде стресса состава административного правонарушения, причем, на статье 5.35. Правоохранители начали административное расследование и назначили медицинскую экспертизу степени тяжести телесных повреждений. Если она будет весомой, виновник ДТП понесет еще и уголовную ответственность за пассажира. Дарья Козина, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. В последнее воскресенье октября в России отмечают День работников автомобильного транспорта или просто День автомобилиста. Машин на дорогах становится все больше. Автомобиль стал неотъемлемой частью нашей жизни и уже сложно представить, что когда-то люди обходились без него. Каждый год водительские права получают более миллиона россиян. О том, как выбрать автошколу в Сарове, расскажем далее. Когда автомобиль не просто средство передвижения, а неотъемлемая часть жизни. Это про Александра Зудина. Профессиональный водитель, один из основателей секции автоспорта в Сарове, директор автошколы ДСААФ. Для него День автомобилиста уже долгие годы родной и важный праздник. Я за рулем с 1976 года, а точнее говоря, с 19 июня 1976 года. Это когда я первый раз сел вообще самостоятельно за руль. Как у меня мама сказала, я первое слово сказал, когда родился мама, потом добавил, буду шофером. А теперь он помогает стать шоферами всем желающим. Прежде чем возглавить автошколу ДСААФ, Александр Зудин долгие годы работал инструктором по вождению, поэтому знает все тонкости процесса обучения. В том числе и поэтому школе ДСААФ доверяют и часто выбирают именно ее. Опытные автоинструкторы, преданные своему делу десятилетиями, доступно объясняют ученикам все нюансы дорожной науки. Очень много, извините, это самое, зависит от желания человека. То есть когда, допустим, к нам в школу приходят люди и говорят, вот вы все пришли к нам учиться. На первое собрание я всегда провожу его сам, как правило, вы пришли к нам учиться. Значит, вы все захотели поехать на машине. А машина – это яд, это хуже, чем наркотик. Культуру вождения воспитываются в автошкольной скамье. Здесь готовят водителей, которые свободно чувствуют себя на дороге и понимают важность соблюдения правил дорожного движения. Поэтому агрессия, свойственная многим автомобилистам, в Сарове – большая редкость. Вот насчет агрессии, знаете, я сам лично не видел этого. Да, мне вот это даже как-то душу греет, потому что у нас в основном более культурные водители. Ну, это благодаря, наверное, и школы, которые готовят водители, не только моя, и другие школы готовят. То есть у нас культура вот эта как-то вкладывается. Внимание к каждому этапу, как к теоретическому, так и к практическому. И индивидуальный подход к студентам – все это гарантия высокой эффективности обучения в автошколе ДСААФ. Вы можете быть уверены, отучившись здесь, вы с легкостью пополните ряды автолюбителей. И День автомобилиста станет и вашим праздником. Автошкола ДСААФ, Рабочий переулок, дом 6, телефоны 649-49-32-200. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбуке и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе и смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Лидия Шулаева. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова